Привет всем игрокам Demon Slayer платформы RBK Games Сегодня мы поговорим о самоцветах О том, какие нужно вставлять самоцветы в шмотки Как их правильно распределять Где они вообще фармятся И все такое Также не забывайте, кстати, подписываться на группу ВКонтакте Где вы сможете выиграть RBK монеты Не забывайте, вы сможете скоротать свое время фарма Используя их Непосредственно о самоцветах Всего в игре, как вы можете видеть, 7 видов самоцветов Это физическая и магическая атака Физическая и магическая защита Самоцвет блока Самоцвет обаяния Один из самых бесполезных И самоцвет здоровья В игре у нас, как вы знаете, 3 класса Ну, на сегодняшний день 3 класса Это маг, лучник и воин Ну, рыцарь, кому как С достижением 80 уровня Нам становится доступно продвижение И доступно создание красного шмота Где самоцветы можно вставлять уже двойные Но об этом чуть позже В каждой шмотке есть 4 слота под самоцветы Любой шмотке их, да, всего 4 слота И у каждого класса Имеет в приоритете быть Абсолютно разный самоцвет Но в основном там Они идентичные Разберем класс маг Вы можете, конечно же Опираться на свои предпочтения А можете и выслушать меня К моему совету пойти Итак, мы имеем Мага Имеем мага С желтыми шмотками То есть Где нельзя вставлять двойные самоцветы То есть двойной эффект от самоцветов Нам недоступен Рассмотрим такой вариант Сразу говорю Варианты отсутствия крита Мы не будем рассматривать Ни у рыцаря Ни у мага Желтые шмотки Я бы советовал вставлять Такие самоцветы Как магическая атака Физическая защита Магическая защита И критический урон Тем самым мы получаем Хорошую броню Хорошую атаку Но Маленькое количество жизней Объясню почему именно так Сам класс маг Он Универсален Он имеет и разрушать И восстанавливать Как себя так и команду Так как Мы имеем хорошую защиту Нас будет не так сильно кусать Противники более менее Относительно равных нам Сильные конечно противники Могут снести нас Я не спорю Но если более менее равные Наше здоровье не будет так быстро опускаться За счет хорошей защиты Теперь смотрим Один момент Имея хорошую защиту И такие навыки Как Восстановление Мы можем быстро восстановить Утраченное нам здоровье То есть Если бы у нас было бы много жизни А защита низкая Мы получали бы больше урон Соответственно меньше себя лечили бы Потому что Лечение зависит от атаки Как понять меньше Лечили Допустим Допустим Мы имеем 100 тысяч здоровья Атаку примерно 10 тысяч По нам проходит дамаг в 50 тысяч Восстанавливаем мы примерно Я не буду точно говорить Это условные цифры 25 тысяч мы здоровье восстанавливаем То есть мы имеем 75 тысяч здоровья Рассмотрим другой вариант Мы имеем 75 тысяч здоровья Но более мощную защиту Так как мы не используем самоцветы здоровья Мы теряем 25 тысяч здоровья Мы их восстанавливаем Не надо забывать про этот момент По мне я думаю Лучше будет конечно сделать так Дальше рассмотрим уже Вариант с двойными самоцветами мага Тут можно конечно Экспериментировать по разному Но лучшим будет конечно же Магическая атака Магическая атака Перекованная с критическим ударом То есть уже 2 слота занято Остается 2 слота Здесь мы можем поставить У мага примерно Магическая защита Всегда выше чем физическая Это за то что разные статы Стоят в шмотках торса То есть там статы на защиту магическую Выше чем физическую По двойным камням мага Все таки остановлюсь на таком варианте Как магическая атака Потом слияние камней Магическая атака с критическим уроном Третий слот под физическую Со слиянием с магической защитой То есть камень физической Магической защиты И последний слот Все таки остановлюсь на физической защите Плюс здоровье Чтобы мы более-менее балансировали нашу защиту Ну и тем не менее оставляли определенный процент жизни Теперь поговорим о лучниках Лучники, которые еще не сделали продвижение, не имеют красный шмот Здесь такой момент у нас получается У лучника физическая защита и магическая они примерно одинаковые Тут намного проще Можно ставить смело камень на физическую атаку Камень на крит И остается еще два слота Здесь конечно уже можно поставить везде физическую защиту и магическую защиту Не поставив здоровья Но это будет не совсем правильно Так как у лучника есть навык увеличивающий пассивно здоровье на 20% Тут нужно немного хитрить Если вы играете с например с сильфом Гадисом он повышает на 5% физическую защиту Тут можно поставить немного камней на магическую защиту Точнее немного камней на физическую защиту А остальные на здоровье Но даже если вы не используете гадисы В любом случае у лучника приоритет является сила А сила как вы знаете увеличивает физическую атаку и физическую защиту персонажа Поэтому все таки рекомендую немного камней на физическую защиту поменять на здоровье Теперь вы уже имеете продвижение и красные шмотки Здесь намного легче в варианте с лучником Опять таки ставим по два слота Один камень на физическую атаку Второй камень на физическую атаку Плюс критический урон Остается два слота Под один слот ставим физ защиту и маг защиту Под другой слот мы ставим либо здоровье блок Либо же маг защиту здоровья и физ защиту здоровья Раскидать там можно более-менее пропорционально чтобы входила защита Также можно сочетать физ защиту со здоровьем С камнями здоровье блок или маг защиты Или все эти три варианта вместе под четвертый слот Теперь про рыцарях У рыцарей тоже есть два варианта наиболее хороших При желтых вещах и всех открытых четырех слотах Мы поставим камни на физическую атаку Критический урон И остальные два слота мы в один напихаем магнической защиты камень Во второй слот можно поставить здоровье Половину например здоровье и половину можно закидать физическую защиту Либо можно закидать здоровье Нет блок все-таки не будем делать Все-таки рандомный блок Жертву ради него защиту Нет Остановимся на этом варианте То есть камень на физическую атаку Камень на критический удар Магическая защита камень Все во все шмотки И по половине камней физической защиты И здоровье Но мы уже сделали продвижение И имеем красные шмотки Можем вставлять двойные самоцветы В этом случае уже ставим как обычно в два слота Камень физической атаки Двойной камень на физ и крит урон И под два слота делаем вот так Либо делаем мы маг защиты физ защита Плюс четвертый слот под маг защиту Плюс здоровье Объясняется это тем что у рыцарей низкий уровень магической защиты И чтобы мы могли балансировать Либо можем поставить маг защиту здоровье Четыре камня Четвертый слот А остальные четыре камня Четвертый слот Остальные четыре камня Да в четвертый слот Под другие четыре шмотки Можем поставить например здоровье блок Но Не забывайте что у нас Также еще имеется И Что у нас имеются такие Итомы как герб и защита Точнее герб и реликию Куда тоже можно вставить камни Там можно тоже так же сделать По разному на свой вкус Сами же камни эти самоцветы фармятся у нас В заброшенных катакомбах В некрополе страданий Также в игровой коробке можно их фармить В алмазной охоте по средам Также камни нам выпадают за отметки Ежедневные Еще мы ежедневно получаем за 85 очков активности Ларит самоцветов 3-5 уровень Еще самоцвет можно получить 2-3 уровня На боевой зоне с сундуков с трофеями По поводу самоцветов Не забывайте создание самоцветов Начиная с 5 уровня По максимальный Все таки делать в дни ивента Чтобы могли получать награду Но на этом все Если видео утратится актуальность Будем делать новое Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на наш канал Также вступайте в нашу группу вконтакте Где вы сможете выиграть призы Всем пока Всем пока